А теперь немного о полезности. Узнаем некоторые хитрости при выборе мебели. Рубрика «Скоро в школу» вам в этом поможет. Искривление осанки на сегодняшний день довольно распространенная проблема, которая приводит к далеко не самым приятным последствиям и заболеваниям опорно-двигательной системы. Большинство горожан на данный момент ведут сидячий образ жизни. 80% своего времени мы проводим либо в офисе, либо в школе, либо в университете. Мы сутулимся. А начинается все как раз с неправильной мебели. Главной причиной все большей чистоты, с которой наблюдается искривление осанки, является недостаток движения и сидячий образ жизни уже в школьном возрасте, когда происходит активное формирование позвоночника. Проводимые исследования в школах и детских дошкольных учреждениях показали, что более 60% малышей и более 97% учащихся выпускных классов имеют те или иные ортопедические отклонения, нуждающиеся в коррекции. К счастью, решение есть, а их спектр поражает свое многообразие. Самое главное – систематичность лечения и, конечно же, вспомогательные инструменты, как, например, эргономичная мебель в школах и дома. Формирование осанки начинается с самого раннего возраста. Детские эргономичные кресла, они не крутятся и не катаются, для того, чтобы ребенок не баловался за рабочее место. При посадке на это кресло срабатывают стопоры, тем самым не нарушая осанку ребенка и позволяя сосредоточиться на занятиях. У всех кресел регулируется глубина посадки, но у определенных моделей она регулируется отдельно, то есть независимо от высоты поднятия сидушки и спинки. Особенность эргономичной мебели заключается в том, что она подстраивается под потребности человека. Например, столы, регулируемые по высоте, или специальные стулья, которые не вредят позвоночнику. Растущая мебель – это мебель, которая позволяет подстраиваться под рост ребенка на любом этапе его возросления. Начиная от самого маленького ученика и заканчивая уже взрослым человеком. Особое направление – это направление кресел для детей-подростков, которые оснащены подлокотниками, но подлокотники нужны только для определенного вида деятельности, допустим, для столов с выдвижной клавиатурой, чтобы можно было комфортно работать за компьютером. Дети и подростки – основная целевая группа для производителей эргономичной мебели, ведь именно с раннего возраста формируется правильная осанка и позвоночник, который будет надежной опорой в жизни, а не источником проблем со здоровьем. Кресла очень качественные, и поэтому прослужат очень долгие годы при, естественно, надлежащем уходе и правильном использовании. Срок службы не менее 10 лет. Все парты регулируются по высоте и по наклону, тем самым позволяя отрегулировать высоту от самого маленького ученика, от метра 20 роста, и заканчивая уже взрослым человеком, то есть до метра 11. По потребности разных покупателей есть разные цвета, есть разные материалы отделок, есть разные механизмы, ну, естественно, разные производители. Современные тенденции также учитываются производителями, поэтому чаще всего магазины располагают мебелью и для уже проблемных спин, что способствует лечению и предотвращает дальнейшее развитие сколиоза. В любом случае, какими бы кресла или парты ни были, они прослужат до самого взрослого возраста, благо регулировки это позволяют. Главное, чтобы ребенок был здоров и успешен, а правильная мебель – это маленькое начало большого пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова